13 мая, город Новосибирск, площадь Ленина, протестная суббота. Виктор Федорович вышел с пикетом, с обращением к генпрокурору Российской Федерации Краснову и председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину. Я немножко прочитаю. С 2020 года добиваюсь справедливости после того, как сын Семенюк, проживающий в построенном мной доме в рабочем поселке Маслянина НСО вместе со своей мамой Колосницыной, проживающей в Бочкарево-Черепановского района, лишили меня жилья, произведя мошеннические действия с домом и оформив то, что строил я и мои родственники на Колосницыну. Хотя я суд выиграл частично, и мне присуждена компенсация за мою долю в этом доме, на сегодняшний день это более 500 тысяч. Но, видимо, я их не получу никогда. Большую роль в этом деле сыграла дочь Колосницыной, жена депутата ЗАГС Собрания, миллионерша Кива ОВ, предоставив Колосницыной и Семенюк юристов и адвокатов. Но, несмотря на это, не менее адвокатов и юристов я выиграл у них суд. А вот прокуратура Маслянинского района и Следственный комитет Черепановского района не находит в действиях Колосницыных и ее представителя в суде Дейнева Семенюк состава преступления по СТЗО. Приготовление к преступлению, сговор, попытка кражи, мошенничество, захват чужого имущества, лжесвидетельство представителя в суде, лжесвидетельство. Поэтому, обращаясь к вам, прошу вмешаться и прекратить беспредел прокуратуры Маслянинского района и Следственного комитета Черепанского района Новосибирской области. То есть, получается, вы уже три года боретесь, да, и ничего не добились, и чего-то вы смогли добиться. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, то, что я суд выиграл, и присуждена сумма денег. Сейчас она уже более полумиллиона рублей, потому что она не выплачивает, идут проценты на инфляцию и так далее. Дело в том, что я подавал... Ой, суд, он присудил компенсацию, но лишил меня жилья, признав весь дом в собственность Колосницыны. То есть, меня просто выкинули в январе месяца 2020 года, сынок из дома, заявив, что моего там ничего нету, что я ничего не строил и так далее. Но я в суде доказал все-таки, пускай частично, но я доказал без юристов, без адвоката, без всякой помощи. Я боролся сам. Против меня работали два профессиональных юриста. ДНГ Елена Алексеевна, она в тот момент занимала должность зампредседателя квалификационной коллегии судей Новосибирской области. Так что решения судов были предсказуемы. И только благодаря Кассационному суду Новосибирский областной суд заставили пересмотреть и произвести раздел имущества. Произведя раздел, они признали полностью дом в собственность Колосницыной. А мне присудили вот эту компенсацию. Но она ее выплачивает копейками. То по 4 рубля, то по 21 копейке. Вчера вот 127 рублей перечислила. То есть я не получу их никогда. Я пытаюсь возбудить против нее уголовное дело о привлечении вот по этим всем статьям, что у меня перечислено. Но ни следственный комитет, ни прокуратура Масляницкого района, а следственный комитет Черепановского района не находят состава преступления в ее действии. Судебные приставы также не могут найти никакого имущества. То есть я указываю три адреса, где надо произвести арест имущества. Судебные приставы Черепановского района ничего не делают. Пытаюсь, может Бастрыкин или Краснов вмешаются в данную ситуацию и что-то изменится. Виктор Федорович, давайте я вам предлагаю такой вариант. Если они сейчас после нашего видеообращения не вмешаются, то надо будет вам кого-то попросить из наших товарищей, помочь вам написать письменно к ним обращение и туда и туда. И приходите тогда с этими письменными обращениями, ну если вы решите так сделать. И запишем еще раз интервью. Давайте хотя бы раз в месяц приходите к нам и будем следить за вашим делом. Будем вас записывать, выкладывать в интернете. Будем вам помогать как-то, может быть, с адвокатом, может быть, вам поможем. Давайте, спасибо вам, что вы боретесь, потому что вы боретесь не только для себя, но также и для правосудия, для всего нашего народа. Поэтому вам большое спасибо. И вам спасибо, что обратили внимание на это. Потому что я думаю, что такие проблемы не только у меня. Конечно, они повсюду. Уважаемые зрители, поддержите, пожалуйста, в комментариях. Это поможет этому ролику набрать больше просмотров. Это очень важно. Вы таким образом поможете нам бороться с беззаконием в нашей стране. Продолжение следует...